МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Нацпроект «Экология». Лесопатрульная служба Чувашии получила новую технику. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытый город. Глава администрации Чебоксар ответил на вопросы горожан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Энергоэффективные светильники. В Янтиковском районе появилось уличное освещение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный проект «Экология» в Чувашии на ближайшие пять лет предполагает целый комплекс мероприятий по охране окружающей среды и сбережению ресурсов. Среди них оздоровление Волги, сохранение биологического разнообразия, восстановление лесов. Сегодня в Чувашии лесопатрульная служба получила 21 новый автомобиль. Сохранение и восстановление лесов – одна из самых важных задач лесотехнической службы в нашем регионе. Больше трети территории республики покрыты зелеными насаждениями. Их надо оберегать не только от пожаров, но и от уредителей болезней от негативного воздействия окружающей среды. Новая техника – 17 лесопатрульных комплексов на основе УАЗов «Фермер» и 4 автомобиля «Нива» – облегчит работникам службы работу. Отличная машина для лесного хозяйства. Везде можно пролезть, оборудование отличное. Вообще отличная техника. Лесопатрульные комплексы «Нива» – лишь небольшая часть техники и оборудования, которым предстоит обзавестись лесотехнической службе. В течение пяти лет, как будет реализовываться проект, порядка 320 миллионов республик получит на укрепление материальной базы леснической. Я надеюсь, что все это послужит сохранением лесов, сокращением пожаров, а лучше всего, чтобы их не было в вашем хозяйстве. Чуваши на хорошем счету на протяжении, наверное, последних девяти лет многое делается в плане усиления службы. Поделяются средства и из республиканского бюджета. В прошлом году закупили автоцистерны, плуги, другую технику на 53 миллиона рублей. Поддерживается и восстановление лесов. Весной в Чувашской республике было высажено лесных культур на площади 450 гектар. Это 71% от общего площади годового. Всего на территории Чувашской республики в этом году запланирована высадка на площади 195,5 гектар. Что же касается нынешних лесопатрульных комплексов, они оснащены установкой высокого давления, высоконапорной мотопомпой, ранцевыми лесными огнетушителями, шанцевым инструментом и средствами индивидуальной защиты. Автомобили помогут работникам лесного хозяйства проводить противопожарные работы, а в случае возгораний доставлять людей и оборудование в кратчайшие сроки к месту пожара. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика. В продолжении темы экологии. На концессионных объектах управления отходами в городах Чебоксар и Новочебоксарске ежедневно производится отбор металлосодержащих отходов. Всего за полгода выбрано и реализовано более 335 тонн. Металлосодержащие отходы – один из распространенных видов вторичных материальных ресурсов. Лом металлов с годами подвергается коррозии и выделяет различные химические соединения, которые проникают в грунт, подземные воды напитываются в растения. Это оказывает существенное негативное влияние на экологическую ситуацию. Поэтому важно своевременно собирать и сдавать металлолом на вторичную переработку. Особенно опасны металлические изделия, заполненные жидкостями, машинным маслом, бензином, удобрениями и растворителями. Большой вред приносит и металлическая тара с остатками аэрозолей, лакокрасочных материалов. Все они нуждаются в специальной утилизации, так как представляют опасность как для экологии, так и для человека. Минсельхоз России объявила о начале приема заявок по инвестиционным проектам, направленным на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Напомню, инвесторы, вкладывающие средства в создание и модернизацию объектов АПК, могут рассчитывать на возмещение 25% от суммы прямых понесенных затрат. Если речь идет о животноводческом комплексе, и 20% на овощехранилище. Документы федеральное ведомство будет принимать с 29 июля по 9 августа, поэтому Минсельхоз Чуваши обозначил свои сроки до 5 августа. За последние три года в АПК Чуваши реализовано 13 крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Все особо тяжкие преступления против жизни, которые произошли в Республике за этот год, раскрыты. В Следственном управлении Следственного комитета России по Чуваши подвели итоги работы за первое полугодие. Если сравнивать с первой половиной 2018 года, в этом в Республике почти в два раза сократилось число изнасилований на треть случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Все эти преступления раскрыты. В одном случае, благодаря оперативной работе по горячим следам, удалось поймать убийцу буквально за один день. Только благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников полиции, при непосредственном участии прокурора района, под печатком пальцев в кратчайший срок была установлена личность погибшего. И проверкой операции по его платежной карте установлен факт оплаты в одном из пятийных заведений Новочебоксарска в этот день. И по видеозаписям отработки жилого сектора установлена личность подозреваемого. Вместе с прокуратурой и инспекцией труда следователи работали по фактам задержки зарплаты. Удалось добиться выплаты работникам задолженности по зарплате в размере почти 15 миллионов рублей. Но в этом направлении работу необходимо еще больше активизировать. Благодаря коллегам из Следственного комитета, которые отвечают за работу со СМИ, и в нашем эфире самая актуальная информация о громких преступлениях и их расследовании. В свою очередь нашу телекомпанию отметили за социально ответственный подход к освещению деятельности Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии. Лыга Пырочкина, Бахтер Велиев, Республика. Город открыт для диалога. Очередная встреча главы администрации Чебоксар с жителями столицы состоялась в ДК трактора строителей. Она длилась более двух с половиной часов. К юбилею столица Чувашии преображается. Это отметили многие, кто в этот вечер выходил к открытому микрофону. Хотя еще остаются пространства, которые жители хотели бы улучшить. В нашем сквере Овас я заметила, недавно разбили новую очень красивую клумбу. Ведь это место у нас место для наших мероприятий и наших районных праздников. Вот у меня такой вопрос. Народу сюда очень приходит много на эти мероприятия. Будет ли запланирован еще какой-то парк у нас в нашем микрорайоне для того, чтобы мы отдыхали. Проект за Котецкой школой полностью лесной массивой. 21 гектар земли. Проект у нас прошел экспертизу. Кроме этого у нас еще проекты, которые есть для жителей Южного поселка. Орбиковская леса и там же поселка Аркешуа. Там же еще небольшой проект у нас по реконструкции «Аллеи искусств». Разработан проект. Все зависит от того, как будем голосовать в проекте «Открытый город». А у нас сегодня проектов на 500-600 миллионов рублей уже готовых, они лежат. А выделяется только 140-150. То есть средств хватает. Поэтому мы и проводим голосование, чтобы именно жители определили приоритетность реализации того или иного проекта. Впрочем, важен сам факт проявления инициативы. В электронном или бумажном деле это уже дело второе. Есть у нас детский сквер. Здесь гуляют мамочки с колясками. Но асфальтовое покрытие со временем пришло, наверное, не то чтобы в негодность, но стало очень плачевным. Появилось очень много больших глубоких трещин и выбоев. Дети падают, катаясь на самокатах, моряках. И хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем нам вот это асфальтовое покрытие в детском сквере все-таки заасфальтировали. И вот у меня есть письмо, подписанное жителями нашего микрорайона. Могу я его вам оставить? Да, конечно, поможете. Спасибо большое. 17 новых проектов по благоустройству будут вскоре вынесены на публичное обсуждение. Развитие общественных пространств, ремонт дворов, строительство школ, детских садов и дорог – это лишь часть вопросов интересующих горожан. Но все-таки хочется обратить ваше внимание на жителей микрорайона Дремяческий и все-таки провести коммуникации по домам с литерой А. Мы до сих пор в течение 5 лет не имеем газификации, не имеем канализации и так далее. Мы получаем 3 миллиарда рублей, в докладе я тоже об этом говорил, 3 миллиарда рублей на модернизацию, ремонт и конструкцию сетей, водоснабжение, водоснабжение и так далее. И одно из направлений – это строительство сетей в частных секторах или в индивидуальные частные дома. Поэтому просим вас, совместный угловой район, отработать. План пока не определен, есть возможности поучаствовать, спроектировать, закрепить и реализовать в течение 3-4 лет. Можно даже на следующий год. Все будет зависеть от скорости и от совместной нашей работы. Спрашивали чебоксарца о размещении в нестационарных объектах, планах по строительству футбольных площадок. Предлагали открыть передвижные социально-культурные центры и музеи. Алексей Ладогов дал ряд срочных поручений, по которым уже сегодня его заместители ищут решение. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика. В Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья приехали ребята из Донбасса. Осуществить такую поездку им помог российский благотворительный фонд «Время помогать». Подробности в нашем сюжете. Режи выполняем. Вот так. Ага. Сейчас давайте, подождите. Чуть-чуть нагрузку прибавим. На этом тренажере Максим занимается почти неделю. Результат положительный. Стало легче делать, потому что укрепляются мышцы, и мне легче начинать делать все. Я поднимаю больше нагрузку. Беговая дорожка. В горловке особо ее нет, чтобы была электрическая. Поэтому новый примет, и на нем легче. И все остальные тоже хорошие. Тренажер называется «Гребной». Это тренажер для укрепления мышечного корсета позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Мария на родине занималась плаванием. Водные процедуры для нее одно удовольствие. Я плаваю в горловке, в бассейне, ну и потом езжу на соревнования в Донецк. Хочу участвовать на паралимпийских играх. Максим и Мария в центре уже неделю. Программа реабилитации насыщенная. Медицинские процедуры, занятия в тренажерном зале, бассейне, музыкальная терапия, психологическая поддержка. Рисовать мы будем свой самый счастливый день. Вам нужно подумать будет и нарисовать. Маша нарисовала встречу Нового года, где за столом вся семья. Максим свой день рождения в кругу близких. Помогать детям мы всегда готовы. И для нас нет разницы, чьи это дети. Потому что дети действительно они все равны. Созданы комфортные условия для проживания, для получения реабилитационных мероприятий. Возможность побыть в специализированном центре появилась благодаря благотворительному фонду «Время помогать». Дорогу и лечение оплатили из его средств. Съездили для первого раза сами на машине, привезли детей. И планируем в будущем вот эту работу сделать комплексной. То есть не так разово, чтобы привезли и увезли, а так, чтобы ежемесячно по несколько детей, нуждающихся, могли сюда попадать к нам на лечение. Продолжительность курса составляет 21 день. Но республика готова и дальше принимать детей. Социально-реабилитационный центр. Он у нас ведущий учреждение в Чувашской республике и не только. Очень квалифицированный штат работников. Организует и далее будет организовываться встреча таких детей на территории нашей Чувашской республики и их реабилитацию. Такая помощь ребятам оказалась кстати. Мы хотим вас поблагодарить, Лена Васильевна, за то тепло, как вы нас встретили, за наших детей, что вы заботитесь. Весь ваш коллектив поблагодарит, потому что все тепло и радушно нас везде встречают. Организаторы планируют практиковать такие поездки и дальше. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика. Да будет свет в Яншихово-Нарвашском сельском поселении, что в Янтиковском районе по программе инициативного бюджетирования сделали уличное освещение. В отсутствие уличного освещения в селе есть один плюс. По ночам хорошо видны звезды и Млечный путь. Но жители села Яншихово-Нарваши решили отказаться от такого рода романтики ради безопасности и удобства. По программе инициативного бюджетирования там установили энергоэффективные светильники. Мы установили 50 светодиодных светильников современных мощностью 64 ватт. Светильники установили на перекрестках практически всех улиц. У нас не осталось ни одной улицы неосвещенной. Несколько таких светильников потребляют электричество столько же, сколько один старый фонарь. Уличное освещение освещается 21.00, а выключается где-то в час ночи. Это удобно населению. На каждой улице установили уличное освещение. Ввиду того, что я тоже живу на окраине деревни, это очень удобно. Кто сколько мог дать, кто сколько мог внести. Вот в этом бюджетировании, в эту программу. Только и внес. Мы внесли 250 рублей. Помимо светильников, безопасность жителей теперь обеспечивают камеры видеонаблюдения. Безопасный муниципалитет включает в себя установка 10 видеокамер высокой четкости. Мы их установили в общественных местах, на центральной улице, где скапливается большое количество населения и большой поток автотранспорта. Возле школы, возле садика. В общей сложности с 2017 года по программе инициативного бюджетирования в Яншихово-Нарважском сельском поселении реализовали 4 проекта. На следующий год уже по другой программе формирование комфортной городской среды планируют благоустроить территорию перед Домом культуры. Проект уже готов. Ольга Пырычкина, Алина Сосметова, Валерий Резюков. Республика. В это воскресенье работники торговли отмечают свой профессиональный праздник. Смотрите, нас инструктировали. Приезжающих, в отличие от проезжающих, спасибо, обслуживать хорошо, поскольку наш ресторан – визитная карточка города. Сейчас я это и сделаю. Из диетического есть только курица. Вот и отлично. Именно они обслуживают нас в кафе и ресторанах, помогают выбрать нужный нам товар. Каждый день проходит под знаком «купить-продать». Отрасль торговли занимает второе место в валовом региональном продукте «Чувашии». Это почти 14%. Эта отрасль также традиционно остается лидером по обеспечению занятости населения. Около 40 тысяч человек, а это почти 13%, трудятся именно в данной сфере. Во многом, благодаря вашим усилиям и профессиональному отношению к делу, рейтинг Чувашской республики и ее узнаваемость постоянно разбудут. Магазины шаговой доступности, федеральные сети, интернет-пространство – выбор огромен. И везде есть специалисты этой сферы. Мы прекрасно представляем, как вам тяжело это работать. Вам ведь надо еще и план сделать, и удовольствие человека доставить, и вызвать у него восхищение, и чтобы он пришел еще раз. А ведь это как трудно, особенно в современном мире. Для чего стараемся вместе с вами, чтобы у нас в городе жили все счастливые люди. И вы делаете очень-очень большой в эту вкладку. На торжественном мероприятии наградили лучших представителей отрасли. Юлия Важенина, Бахсер Вилеев, Республика. Юбилейный сотый чемпионат России по легкой атлетике перевалил за экватор. Уже разыграно 23 из 40 комплектов медалей. Напомним, без наград не остались и хозяева соревнования спортсмены Чувашской Республики. Медальный счет сборной Чувашии открыла Вера Васильева. Во второй день чемпионата подопечный Валентина Давалова сумела завоевать серебряную медаль в беге на 800 метров. Личный рекорд и второй результат сезона в мире показала чемпионка страны в прыжках в шестом Анжелика Сидорова. Она улучшила свой рекорд на один сантиметр. В третий день чемпионата разыграно 6 комплектов медалей. Мужчины соревновались в метании диска, молотов, прыжках в высоту, прыжках с шестом, беге на 200 метров. Женщины определяли сильнейшие только в беге на 200 метров. Марина Максимова попала в финал. Впервые в беге на 200 метров проверил свои силы Константин Орлов из Канаша. Ну, чувствуется, что две дистанции пока рановато бегать, наверное. Все равно чувствуется, что ноги забиты, ноги убиты. Поэтому, наверное, не такой серьезный результат, как Пани Роу показал сегодня. Ну, отличный рекорд на самом деле. Но все равно готовы на большее примерно пробежать. 21,40, 21,50. Но ничего страшного, все впереди. Наш Сергей Морозов в прыжках в высоту остановился на отметке 4 метра 10 сантиметров. В забеге на 1500 метров Александр Данилов пришел десятым. На московской набережной столицы отметят День военно-морского флота. Праздник традиционно справляют в последнее воскресенье июля. В этом году оно выпало на 28 число. Гостей праздника будет встречать военный оркестр Управления Росгвардии по Чувашской Республике. Знаменные группы Кадетской школы имени Кочетова внесут флаги военно-морского флота. В память о погибших моряках на воду спустят траурный венок. В завершении мероприятия выступят творческие коллективы города. Погода этим летом не балует чебоксарцев. Уже в выходные снова заметно похолодает. По данным сайта Погода 21.ру, в Чебоксарах средняя температура воздуха составляет 22-24 градуса, а иногда воздух прогревается до плюс 26. Сегодня жителей побаловала ясная погода, а в субботу во второй половине дня местами пройдут дожди. В воскресенье днем до плюс 20 с небольшой облачностью. С понедельника в Чувашии обещают прохладную погоду днем 14-15, а ночью до плюс 7. С середины следующей недели дожди, однако столбик термометра вернется к отметке 21 градус. Паспорт будущего представили в правительстве нашей страны. Из бумажного он превратится в электронный. Переход будет постепенный до 2023 года. Подробнее о нем расскажет начальник управления по вопросам миграции МВД по Чувашии Юрий Митрофанов. Интервью с ним после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok